Идея создать свое ТСЖ созревала давно. В 2012 начали появляться первые товарищества, и жильцы 8А32 тоже решили объединиться. Создание ТСЖ им помогла их управляющая компания, правда, уже новая. Не устраивало то, что подвальное помещение 25 лет до нашего прихода сдавались, где оседали денежные средства от подвала, от аренды подвал. И хотелось бы, чтобы они притягивались к дому. Первым делом, чтобы привлечь арендаторов, собственники привели в порядок подвалы. Они были захламлены под завязку и очень грязные. Занялись и домом, обновили фасад и инженерные сети. Когда пошла прибыль от аренды, установили уличные перила, лавочки, урны, цветники. Ну и подъезды вот снаружи обшили. Видеонаблюдение установили, освещение. Двери два контура, и наружные, и внутренние мы тоже поменяли. Внутренние пластиковые двери, а наружные – это уже алюминиевая конструкция. Косметический ремонт в подъезде делали совместно с управляющей компанией. Основные деньги – это накопленные за содержание жилья. Арендные пошли на напольную плитку. Стены здесь красили два года назад, но они выглядят до сих пор как новые. Цветы повсюду – на стенах, лестничных пролетах, окнах. Окна и радиаторы тоже обновили. В подъезде стало гораздо теплее. Время показало – такое совместное сотрудничество выгодно для обеих сторон. Весь обслуживающий персонал – это наш, начиная от дворниковой уборщицы, сантехники, плотники, и заканчивая управленческими решениями именно в части обслуживания дома, в части коммунальных платежей, в части предоставления коммунальных услуг. А ТСЖ, они занимаются своими хозяйственными делами, в части благоустройства. Где-то вот какие-то дополнительные делают для жителей, может быть, послабление даже в части оплаты платежей. Так ТСЖ компенсирует плату за содержание жилья, а именно по 2 рубля с квадратного метра. С каждой квартиры в месяц жильцам получается сэкономить в среднем по 100 рублей. В планах собственников на вырученные средства от аренды обновить крылечки и подмостки у дома. Как отметил председатель товарищества, собственных средств должно хватить. На данный момент подвальные помещения арендованы на 100%. Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания, Юганск.